Когда вы в первый раз начали тренироваться с мячом? Сколько вам было лет? Мне было 14 лет. Началось все довольно странно. Мой друг из Гавайи, Ник Колоновики Омонг, попал в группу по фехтованию и позвал меня с собой. Там я встретил одного парня по имени Хиншли, и он меня учил примерно 15 лет, а после я уже начал самостоятельно заниматься. Как называется ваша школа? Вначале я был частью группы, которая называется Королевский орден меча. Позже она стала называться Кима, что является историческим европейским фехтованием. Мы рассматриваем некоторые источники. После я основал свою школу вместе с Джоном Петерсоном. Она называется Историческое общество фехтования Феникс. Эта школа является одной из самых больших и известных школ в США. Я являюсь членом движения под названием Хима, которое расшифровывается как историческое европейское воинское искусство. Мы находим древнейшие источники и пытаемся восстановить эти искусства. Чем больше этих источников, тем лучше. Некоторые из наших систем, такие как искусство рапиры 17 века, изобилируют литературой, и у нас есть много соревнующихся мастеров, по которым мы можем восстановить систему поединков. И у нас есть довольно хорошее понимание этой системы, потому что у нас так много материалов. У меня есть книга по сабле. Как я это сделал? Дело в том, что у нас нет источников по нему. Польская сабля 17 века была известной вещью. Была информация от первых лиц, но у нас не было каких-либо трактатов. Но все же, собирая все это, мы можем пробовать и реконструировать. И это то, чем занимается Хима. Мы пытаемся реконструировать эти древние вещи. Также мы начали заниматься тем, что утвердило бы то, что мы делаем. То есть, мы организовываем турниры, у нас есть клубы, мы тренируемся и так далее. Мы пытаемся сделать так, чтобы это работало. Конечно же, мы используем не острые оружия, чтобы не ранить себя, когда мы боремся. У нас есть более-менее хорошее понимание всего. За последние 10 лет мы видим, что идем вперед и набираем большие обороты в США, в Европе, Азии. И это везде. Так как это дело растет, соответственно, у нас появляется больше людей и больше источников. Одна из больших новостей была найдена утерянная книга человека зовут Югенда. Он нашел книгу 17 века. Это обычное дело, когда находят какие-либо фрагменты. Была найдена книга, и это история успеха в нашем движении. С какими видами оружия вы работаете? Самыми разными. Основным оружием является польская сабля, итальянская рапира и длинный меч, фурийский и из итальянских традиций. Почему вы решили заниматься мячом? Знаете, я никогда не занимался конкретным спортом или занятием. Когда я встретился в первый раз с мячом, мне очень понравился. Это было индивидуальным занятием, не групповое. То есть, все зависело от того, что я могу делать. Мне просто он понравился. Знаете, все же, в принципе, круто, правда. Есть причина, которая стоит за этим. С первой встречи с мячом я до сих пор этим занимаюсь. В то время у меня было больше волос. Как вы считаете, в чем фундамент фехтования? Для нас, я бы сказал, что эта основа – это ритм и мера. Многие люди говорят дистанция, умение чувствовать ее, чтобы знать, когда атаковать, когда обороняться. Почти любое оружие – это так. Люди, которые понимают меру и ритм, какую-либо технику мы не дали из какой-либо системы, они это быстро схватывают. Важна ли психологическая подготовка в тренировке с мячом? Да. Психология важна в том смысле, что человек почти всегда думает оборонительно. Человек настолько много атакует, что в конце концов он становится таким. И если человек слишком агрессивный и буйный, то он будет почти всегда впереди. Важно быть хладнокровным, но в то же время агрессивным, не уходя слишком далеко в стороны. Это занимает время. Я лично считаю, что наш клуб делает много спаррингов. А когда человек постоянно спаррингуется, получается созданный поединок. И это помогает в психологической подготовке. Если человек просто делает упражнения и никогда не спаррингуется или не вступает в контакт с человеком, то в спарринге он просто начнет паниковать. Но наши парни постоянно спаррингуются. Как вы считаете, почему так много людей на сегодняшний день хотят научиться фехтованию? Ну, я могу только сказать с точки зрения исторического европейского воинского искусства, почему мы так расширяемся. Люди всегда хотели заниматься тем, что мы делаем. Просто это было недоступно. Это было либо закрыто в исторической реконструкции, либо было слишком изолировано. На данный момент мы это все привозим в организованный вид. Есть некоторые компании, которые признают нас. Недавно Джек Норвуд и Вилл Смит были на финальном матче. То есть мы начинаем подтягивать все больше внимания. В этом вопросе очень сильно помогли средства массовой информации. Посмотрите даже на нас, вы в Украине, а я в США. 10-15 лет тому назад такое было крайне сложно. Есть ли у вас своя методика преподавания работы с мячом? Как она выглядит? Да, есть. Я начинаю со снов, а потом добавляю реакции. Обычно я провожу человека по основам за день. Это не занимает много времени. Одним выстрелом делаем все. Я считаю, что наш клуб и есть, конечно, клубы и побольше. У нас всего лишь примерно 20 человек в день ходят. Но по этой причине мы можем делать индивидуальные занятия. И в нашем клубе есть много инструкторов. И мы за то, чтобы люди становились инструкторами. Таким образом, люди получают уроки один на один. Но нужно понимать, что это не будет интересно всем. Также нужно понимать, что не каждый может фехтовать как другие. Высокие и крупные парни не могут сделать так, как я делаю, и наоборот. То есть нужно адаптироваться и приспосабляться. Концепции, принципы остаются теми же самыми. Но техника нанесения ударов меняется. Вот почему хороши уроки один на один, а не огромные групповые занятия. Я не говорю, что я не провожу такие же занятия. Я постоянно их провожу. Я имею в виду, что толка намного больше, когда занятия один на один. Человек сразу может получить комментарии. Сколько времени нужно человеку, чтобы стать мастером? Ну, слово мастер интересное. Потому что общество нервно на него реагирует. Но если рассматривать слово мастер как учитель, все зависит от членника. У меня были примеры некоторых людей, которые были физически готовы. Им потребовалось два года. Они, конечно же, изучали материалы, брали наш тест, сертификации, проходили его. И они стали очень-очень хорошими за короткое время. Есть люди, которым нужно было больше времени. Истинное мастерство, понимание материала, думаю, примерно занимает годы. Нужно постоянно работать. Я тот тип человека, который занимается и тем, и тем, и тем. Но было время, когда я проводил много времени. Годами изучал одну книгу. И до сих пор это делаю. Но книга небольшая на самом деле. Маленький манускрипт. Если мы говорим, сколько времени нужно человеку, чтобы преподавать, самому хорошо фехтовать и понимать, думаю, два года хватает. А чтобы стать истинным мастером, который знает свое дело, то нужно просто постоянно этим заниматься. Это деликатная тема. Когда речь идет о слове «мастер», надеюсь, я ответил на вопрос. Какова идеальная логическая модель фехтования? Логическая модель, так как мы основываемся на источниках, зависит от того, на какой источник вы ссылаетесь. Например, источник 17 века итальянской рапиры скажет, что идеальный бой – это когда противник открывает пространство. И в этот момент я наношу удар. Но так, что он не может ударить одновременно в меня. То есть одно движение и выигрыш. Это идеальный поединок. Но если мы смотрим на Фиори, испанский источник 400 года, там все по-другому. Больше внимания уделяется на контратаку. Например, человек пытается сдвинуть меч в сторону, нанести удар. Я отражаю, делаю выпад. Мы сделали движение в два такта, и это считается идеальной поединком. Если мы спросим немцев, они скажут, нет, вы же следуете за мечом, а нужно поставить блок и ударить. То есть в каждом источнике будет что-то свое относительно идеального боя. Хотите почитать что-то захватывающее? Авторы зовут Джордж Сильвер. Он не был сторонником итальянской рапиры и иностранных систем. И он сказал, что все учения – это ложь. Нужно вести бой правильным путем. И он показывает исторически, как они спорили о том, что является идеальным боем. Мой ответ вам – это зависит от источника. Чем является меч для вас? Меч был частью моей жизни уже столько лет, что я даже не думаю об этом. Я знаю, это как-то странно. У меня нет романтического отношения к мечу, как у других людей. Просто для меня это не новое. Я этим занимаюсь больше 20 лет. Это просто часть моей жизни. Мне очень нравятся мечи. Мне очень нравится история, о чем я расскажу чуть позже. Мне нравятся спарринги. У кого-то вначале не получается. Кто-то первый раз берет в руки меч, и у него получается. По специальности я учитель истории. Думаю, преподавание есть в моей крови. Я люблю это делать. Я сейчас преподаю фехтование и думаю, что это мое призвание. Расскажите, пожалуйста, что является лучшей тактикой, чтобы победить в дуэли с мечом? Опять же, это зависит от источника и от того, чем вы занимаетесь. Работа с длинным мечом отличается от мнения Фиори и от мнения Джорджа Сильвера. Отличается от всех мнений, описанных в испанских источниках. То есть, зависит от техники, от источника. Я лично считаю, что если речь идет о длинном мече, я знаю технически, которые бы отлично подошли. И я бы делал так называемое приглашение. Мой противник либо примет, и я реализую технику, либо он не принимает, что означает, что мне придется охотиться. И когда я нахожу удобный момент, я просто наношу один быстрый удар. С рапирой почти то же самое. Я пытаюсь взять под контроль меч противника, и если он позволит, то нанесу удар. Если он попытается парировать, я зайду с другой стороны. Это довольно эффективно. Касательно польской сабли, мы до сих пор над этим работаем. Я делаю удары крестами, как сумасшедший. Если мы вернемся к психологии, то самое главное в победе в спарринге, это уметь отслеживать. Вы делаете приглашение и надеетесь, что он ударит, либо вы идете на удар. Скажите, пожалуйста, как использовать меч в атаке? Окей, атака ничем. Опять же, это зависит от источников. Думаю, что мы можем разделить две категории, используя термины 17 века – удар в один темп или в два. Если работа в один темп, то вы атакуете одновременно и обороняетесь. То есть, если я делаю выпад, в это же время защищаюсь против возможной контратаки. Либо я наношу режущий удар и сразу закрываю траекторию удара на меня. Это работа в один темп. Вообще-то это сложно делать. Исторически мы видим постоянно два удара, потому что работать в один удар сложнее. А работа в два темпа – два раза. То есть, я двигаю меч противника и после наношу удар. Либо я удерживаю меч противника и наношу удар. Либо я отражаю меч и делаю удар. Я считаю, что это безопасный вариант. Вы ждете, отражаете и наступаете. Или вы подготавливаете все атакующее. Когда я наношу удар, человек отходит назад. И в помощь приходит быстрая работа ног. Если вы опираетесь на это, вы попадаете в неприятность, потому что встретится тот, кто быстрее вас. Сколько существует основных движений с мечом? Опять же, зависит от противника. Если мы, например, смотрим на длинный меч, там есть основные режущие удары в прогрессируемой области. Справа налево, влево направо, горизонтальное, снизу вверх и выпады. Но то, как вы делаете эти удары, зависит от источника. Но в целом, это основные, которые встречаются почти везде. Что касается выпадов, смотря на источники, мы видим, что обычно он наносится на треть частей. Вправо, влево, вверх, вниз. Источники, конечно, скажут об этом больше. Сам фехтовальщик может это применять немного по-другому. Зависит также от конкретного меча. Но когда мы говорим об общих техниках, думаю, есть универсальные движения. Сколько нужно времени человеку, чтобы научиться работать с мечом? Зависит от того, кто это. Как я говорил, физически подготовленный человек может освоить за два года. Мне нужно было 20, просто потому что мы не знали, что делать. Сейчас все намного лучше, и мы очень быстро можем научить человека. И есть даже некоторые источники, которые говорят, что это не занимает очень долгое время. Исторически, некоторые люди усваивали техники за 30 дней, потому что нужно было идти на дуэль. Фиори говорит, что нет ничего сложного. И он говорит, не говорите об этом простолюдинам, чтобы не научились этому. В целом, это не занимает очень много времени. Люди физически не координированные, им нужно больше времени. Но если они регулярно занимаются, у них все получится. Как вы считаете, кто является лучшим фехтовальщиком? Думаю, их много, господи. Я пойду по списку. Ли Смит. Очень хороший фехтовальщик. Я с ним много раз спарринговался. Джей Норвуд. Очень хорош, я с ним тоже спарринговался. Кайл Грузвольд из моего клуба. Он скоро будет создавать свою группу. Он феноменальный. Майк Куариш. Джон Петерсон. Прекрасный фехтовальщик. Джастин Реган. Тоже очень хорош. Господи, их так много. На европейской части Экс Петерсон, человек с большой буквы. Карл Райбер. Прекрасный боец. Эрн Линквист. И я могу так продолжать очень долго. Очень много хороших фехтовальщиков. И по мере того, как растет наше общество, видишь, как они развиваются. Еще скажу. Джонатан Йей. Когда он пришел первый раз, он был как психопат. Он просто начинал орать и сбегать. Мы его называли без парашюта. Но за 2-3 года он изменился. И он спарринговался с Кайл Грузвольд. Это был сложный бой. Турнир с длинным мячом. И он себя прекрасно показал. И он стал очень умелым за короткое время. Потому что он очень старался. И это только пару историй из многих. Много людей, которые начинают, очень и очень меняются. Хима не такая большая. Есть место для всех прийти и расти. Другие воинские искусства. Скажем, если я решил стать каратистом, я стал бы просто одним из тысячи и тысяч. А в Хима мы еще только растем. Хорошо же друг друга знать. И ты видишь, как приходят новички и за пару лет становятся прекрасными бойцами. И последний вопрос. Что бы вы хотели сказать нам в конце? Несколько вещей. Если вы находитесь в Штатах и хотели бы заняться фехтованием, я бы рекомендовал посмотреть на Хима. Если вы в Европе, там много клубов, которые относятся к Хима. Как я сказал, эта культура растет. Я бы сказал, если вы хотите этим начать заниматься, найдите клуб, который ближе к вам. Найдите инструктора и изучайте источники. Это то, что нас отличает от других воинских систем. В других воинских искусствах все передается от мастера к ученику. И они пытаются найти лучший вариант, как сделать то или иное. Мы делаем по-другому. Мы смотрим на источники и пытаемся сделать так, как делалось ко времени. Мы смотрим на все. Даже если есть недочеты в системе, они всегда есть. Если было бы не так, то все бы занимались одними тем же. Вы можете начать изучать источники и развивать навыки. Вы можете найти других с таким же или другим мнением. Очень интересно, как можно сформировать эти общества. Думаю, круто, что можно быть фехтовальщиком и историком.